Всем привет, с вами большой Саша. Сегодня я приехал в Москву в гости к Александру Малинину, руководителем филиала Seagate Россия. Привет, Саша. Спасибо, что приехал. Ну как мне приехать? Расскажи немножечко о компании, кто вы вообще такие и что такое Seagate. Seagate – это мировой лидер в производстве жестких дисков, систем хранения. Seagate на рынке уже 40 лет. Приличный возраст. Да, приличный возраст. И у нас есть огромное количество технологий, которые мы, соответственно, доносим до вас, для того, чтобы вы хранили все, что вы пожелаете. Отлично. Расскажи немножечко тех, кто совсем не знает, как устроен рынок жестких дисков, где их вообще производят и как они попадают ко мне или к конечному покупателю? Ну, здесь на самом деле я, наверное, не открою Америку. Жесткие диски производятся на заводах в Азии. Технологии – это такие общемировые, в том числе американские технологии. Частично компоненты производятся в Штатах, частично компоненты производятся в других странах мира. Дальше производится сборка на заводах в Азии. Дистрибьюторы их доставляют до складов в Москве, либо каких-то региональных складов. Да, в стране. И, соответственно, ты их получаешь. Отлично. Расскажи такой интересный вопрос. Кто самый большой покупатель жестких дисков? Очень хороший вопрос. Спасибо, что ты его задал. Но он достаточно специфичный. Понятно, что говорить о самом большом покупателе, наверное, тяжело. Ну, с коммерческой точки зрения. Да, но я скажу так, что на текущий момент Seagate, будучи мировым лидером, представлен во всех розничных сетях. Наши диски стоят в основных клауд-аккаунтах российских и зарубежных. И их используют, безусловно, сборщики, в том числе систем видеонаблюдения, либо сборщики компьютеров и сборщики серверов. То есть, возможно, мы пользуемся какими-то сервисами и даже не знаем, что мы используемся. Да, именно так. Отлично. Тогда отсюда вытекает следующий вопрос. Как вообще отличаются жесткие диски по типу клиента? Ну, то есть, существуют же разные линейки. Как это вообще подразделяется? Тоже очень интересный вопрос. Но здесь стоит отталкиваться не только от типа клиентов, даже не от типа клиентов, а от того, в каких приложениях или в каких условиях используется жесткий диск. То есть, это может быть приложение десктопа, настольного компьютера, это может быть приложение ноутбука, хотя сейчас там все больше и больше используется SSD. Это может быть приложение в устройствах NAS, в серверах, ну и в видеонаблюдении, безусловно. И для каждого из этих сегментов у нас есть разные решения. И они отличаются? Да, безусловно, они отличаются. С точки зрения того, как они выглядят, это тот же самый жесткий диск. Но внутри он отличается. Он отличается прошивкой, он отличается временем наработки на отказ, он отличается... Безус компонента, да, возможно, какие-то... Безусловно, безусловно, да. Он отличается компонентами, и он отличается тому, тем, насколько точно он собран. Это очень интересный момент, мы можем коснуться его чуть позже, но да, они отличаются. Хорошо, тогда отсюда еще вопрос вытекает. Ты сказал про внешний вид, что внешнее не отличается, это правда. Почему так вот произошло, что за последнее большое количество времени жесткий диск абсолютно не поменял свой внешний вид? То есть, если даже он растет в объемах, он остается вот в таком вот форм-факторе 3.5. Да, есть там какая-то определенная серия дисков, которые в 2.5, но все же это как стандартный вариант 3.5. Почему так? Почему он не стал больше и меньше, длиннее, шире, выше? Да, было много лет назад, я сейчас даже не скажу сколько, но были жесткие диски большего форм-фактора, соответственно, были пластины. Все, конечно, отталкивается от размера пластины, от размера магнитной пластины, на которой записана информация. Ну, так уж исторически сложилось, что 3.5 дюйма – это вот такой вот оптимальный размер. С одной стороны, с другой стороны, нужно понимать, что переделав или увеличив физический размер диска, тебе нужно менять размер стойки, размер серверов, размер того оборудования, куда устанавливаются эти жесткие диски. Поэтому, безусловно, индустрия здесь, ну, приняла это как стандарт и, соответственно, работает в нем. Такая классика. Классика 3.5. Вопрос, возможно, такой он очень острый, но он интересен как мне, так и, в принципе, наверное, подписчикам. Почему так мало игроков на рынке жестких дисков и возможно ли появление какого-то нового игрока? Что этому вообще препятствует? Ну, на текущий момент мы можем говорить о трех игроках. Это Seagate, Western Digital и компания Toshiba, кто производит жесткие диски под своими брендами. Это высоко, наукоемкое производство. Очень сложно сделать, технически сложно сделать жесткий диск, потому что все-таки нужно понимать, что это механическая конструкция. И я приводил много раз этот пример, ты слышал его от меня, еще расскажу, там, да, для подписчиков. А расстояние между пластиной и головкой 8 нанометров. То есть головка летит над поверхностью пластины 8 нанометров. Это меньше, чем длина волны света. И пластина еще крутится. Конечно, пластина мало того, что еще крутится, но скорость вращения угловая в центре и на краю пластины разная. Тебе нужно таким образом посчитать аэродинамику, тебе таким образом нужно посчитать все температурные расширения, которые возникают. А диски греются, они стоят в системах, где-то стоят вентиляторы, где-то нет этих вентиляторов, где-то происходит вибрация. Поэтому технически очень тяжело. Ну и плюс к этому технология не стоит на месте и увеличивается постоянно емкость, средняя емкость жесткого диска, соответственно. Да, наверное, можно сделать жесткий диск в 50 мегабайт, в 100 мегабайт. Но когда мы говорим про 18 терабайт, самый большой жесткий диск, то, наверное, ваш продукт в 50 мегабайт будет не очень конкурентоспособным. Да. Хороший ответ. Тогда отсюда еще один вопрос вытекает. Хорошо, но получается, что даже если мы каким-то образом технологию получили бы, то вопрос встает именно в развитии. То есть жесткие диски все время развиваются, это каждый день какой-то шаг вперед, шаг вперед. Потому что увеличение, насколько я понимаю, объема жесткого диска, оно тоже не обусловлено просто, что добавили пластину или что-то изменили. То есть это все-таки развитие науки как таковое. Поэтому здесь нужно постоянное какое-то исследование, какая-то группа ученых, которая будет применять новые технологии. Это залог такой получается развития. Да, безусловно, безусловно. Ну, ты, в принципе, и сам ответил на свой вопрос. На свой вопрос хороший был вопрос, соответственно, сам отлично ответил. Есть институты, Сигейт сотрудничает с институтами магнетизма, которые изучают магнитные свойства материала, постоянно меняют напыление на пластину, потому что пластина содержит до 12 слоев разных напылений. Головка магнитная постоянно экспериментирует с разными материалами, смотрит, как один материал соотносится с другим материалом, как они работают в той или иной структуре. Отлично. Ты прям подвел меня к следующему вопросу. Я, скажем так, в силу своей работы разбирал не раз жесткие диски и заметил такую интересную тенденцию. То есть пластина жесткого диска изначально была достаточно толстой и состояла из металла. Я не могу там точно сказать, из какого, пусть будет это стальной он был или литой алюминий, но он был металлический и достаточно такой толстый, увесистый. За последнее время, разбирая последние уже жесткие диски, я обнаружил, что они стали, скорее всего, стеклянными. Я могу, конечно, с материалом ошибаться. Но то есть состав материала самого блина, вот так называемого, он изменился. Чем это обусловлено? Может быть, ты знаешь, судя по всему. Значит, состав самого блина, состав самой пластины. Если это 2,5 дюйма, то это стекло, если это 3,5 дюйма, то это алюминий. Дальше, сверху этого алюминия идет напыление. Гальваническим методом опускается пластина в раствор, и туда прилипают на нее, соответственно, атомы. И так напыляется несколько слоев. Обусловлено тем, что необходимо, во-первых, увеличить плотность записи. То есть на одном дюйме, если я не ошибаюсь, сейчас на скидку, это на одном дюйме диска 350 тысяч треков. Вот была такая цифра. Это на поверхности? Да, на поверхности. 350 тысяч треков, дорожек. И нужно очень четко спозиционировать, а, головку, б, сделать так, чтобы эта головка и чтобы магнитное поле не влияло на соседние дорожки. Поэтому большие требования предъявляются именно к материалу и тому, какие вот эти вот слои делаются на полении. Поэтому, конечно, ну здесь идет эволюционирование просто. И ровно так же идет эволюционирование самой головки. Потому что мы как бы говорим о том, что головка-головка. Окей, ну что это такое? Это магнитная катушка. То есть вы представляете, что в рамках вот этого маленького объема у вас есть какой-то очень-очень-очень маленькая, маленькая магнитная головочка, и на которой реально, реально сделана катушка токопроводящего материала, и которая создает магнитное поле. Это интересно. Ну, тогда может быть еще вопрос. Это мне уже интересно. Головки, они спаренными идут, правильно? Вверх-вниз. То есть она такая двойная как бы. Пишется, ну, пишется сверху и пишется, да, и пишется снизу, но работает всегда одна головка. А, то есть они одновременно не работают? Нет, нет. Головки одновременно не работают. У Сиге это технология, которую сейчас мы запускаем, она называется МАК-2 технология. И когда у вас внутри одного жесткого диска есть два актуатора, то есть головки могут вот так вот, два актуатора вот так вот ходить, вот, и, соответственно, читать, писать. Технология будет запущена в SAS дисках, SAS интерфейсом. Пока в продаже этого нет, но в тестовых образцах, да, она есть. Вот, но в обычном классическом жестком диске читает всегда, читает и пишет всегда одна головка. Ну, получается, диск просто знает, на какой пластине, с какой стороны хранится информация, даже, ну, точно знает трек, да, где это находится по таблице, и он туда просто идет. Безусловно, безусловно. И, кроме этого, есть еще поле коррекции ошибок, которая допускает, допускает в том, что у вас может головка слететь во время чтения, либо во время записи. То есть диск на лету проверяет, что он пишет, что он читает, соответственно, если он что-то там не прочитал, он снова проворачивается, чуть-чуть поворачивает головочку, там стоит пьезоэлемент. Но мы этого не замечаем. Для нас просто получаем... Да, именно, именно. Именно фишка в том, что происходит огромное количество очень тонких, очень сложных процессов, которые находятся внутри диска, о котором пользователь даже не понимает. И более того, это даже не понимает операционная система, которая обращается к этому диску. То есть диск это как некая такая черная коробочка замкнутая, и она просто выдает данные. И если мы начинаем трясти его, да, понятно, что у нас начинается скорость падать, но опять, что такое трясти, да? Что такое трясти в масштабах 8 нанометров полета головки, да, и 300 тысяч треков на дюйм. То есть идея в том, что, а давай я быстро открою жесткий диск, посмотрю, что там внутри, и его закрою, ну, или там пододвину головку. Ну, она такая, она утопическая. То есть в любом случае пыль налетит. Поможем, да, подтолкнем головку. Интересно. Тогда вытекает следующий вопрос. Ты говоришь о том, что диск чувствителен к ударам, к вибрациям, и в основном мы воспринимаем это какие-то жесткие такие, там, землетрясения, не знаю, стойку качают. А в нашей сфере все-таки в регистраторах зачастую регистратор стоит прямо на столе. В нем установлен, соответственно, жесткий диск, и мы по столу можем рукой ударять. Насколько вот это критично для регистратора? Для жесткого диска. Ну, да, конечно, для работы жесткого диска. Хороший вопрос. И мы сейчас возвращаемся к сегментации жестких дисков. То есть мы говорим о том, что у нас есть, допустим, есть жесткий диск для десктопа, да, который не содержит технологии, которые компенсируют какие-то вибрации, удары и так далее. Но если мы говорим про жесткие диски для видеонаблюдения, жесткие диски для нас, либо жесткие диски для энтерпрайза, там, безусловно, есть такие технологии, которые позволяют скомпенсировать удар. Есть и скомпенсировать, скажем так, механическое воздействие на жесткий диск. Здесь есть два момента. Первый момент. Это постоянное воздействие какое-то, оно связано, допустим, с вибрацией, которая приходит от вентилятора, либо от других жестких дисков. И из-за этого мы, в принципе, можем прочитать, рассчитать, каким образом... Ну, прогнозируемый такой, как шум, условно говоря. Именно, это прогнозируемая вибрация. Соответственно, мы понимаем, в какую сторону, в какой момент времени у нас жесткий диск повернется или качнется, да. Он может вот так вот качаться, вот так вот двигаться, он может двигаться вот так вот и так далее. И рассчитывая, у каждого диска есть датчики, опять же, у дисков для видеонаблюдения, у дисков для энтерпрайза, у дисков NAS, есть датчики контроля вибраций, они считывают вибрацию, которая приходит извне на жесткий диск и изнутри жесткого диска. Ну, потому что, возвращаемся снова к тому, что очень тяжело механически сделать совершенно одинаковые компоненты. И все равно будет определенная вибрация, определенное биение. И это мы компенсируем пьезоэлементом, который находится на головке, и он чуть-чуть подводит головку, в зависимости от того, откуда пришла вибрация. Но удар, вот эта вот вещь, в данном случае это непрогнозируемая. То есть мы не можем сказать, когда пнули. Но даже на это есть технология, которая позволяет резко поднять головку и не допустить контакта головки с пластиной жесткого диска. Понятно, что этим не надо пренебрегать, но эта технология зашита и она есть. Но это как раз говорит об отличии серии дисков, хорошем таком отличии. Да, безусловно, безусловно. И мы снова возвращаемся к тому, что если все-таки доступные диски рассчитаны на использование 8 часов в день, 5 дней в неделю при нагрузке 60%, то видеонаблюдение это 24 на 7. Но оно все время крутится. Именно, это 24 на 7, именно это 100% записи. Вот, ну, потому что записать сложнее, чем считать. Потому что если ты сделал ошибку на записи, да, то как бы непонятно, что записалось. Кстати, да, хороший момент. Непонятно, что записалось. Когда ты не можешь что-то считать, ну, в принципе, ты можешь прокрутить еще раз. Ну, да, у тебя просто время, ты чуть дольше подождаешь результат и получишь. А если ты не записал, то, к сожалению, ты уже ничего не получил. Да, поэтому есть поле коррекции ошибок, которое проверяет на лету, что мы все-таки пишем. То есть если диск, а, хорошо, интересно, если диск не может записать, он пытается записать это куда-то в другое место? Ну, да, безусловно, диск сканирует, во-первых, поверхность, проверяет, насколько все в порядке с секторами. И если у нас есть какие-то сложности с секторами на поверхности самого диска, конечно, это будет просто перелокировано в другое место. Ну, то есть он буфер какой-то накапливает, говорит, я спасу видео. Да, да, да. И это все происходит, самое важное, это все происходит в фоновом режиме. То есть пользователь этого не видит. Да, да, опять же, незаметно абсолютно для нас. Хорошо, ну, то есть я могу сделать вывод, что в теории от такого удара может быть и повредиться диск. Да, безусловно. То есть это прям не очень хорошо. Безусловно, да. Это хорошо. А голос? Не очень. А голос человеческий? То есть это микро какие-то? Очень хороший вопрос. Были даже такие шутки о том, что поставить несколько жестких дисков и кричать на них. Да, более того, когда ты к нему подключился, ты можешь померить сигнал между головкой и пластиной. И что вообще происходит с сигналом, который получает головка? Ну, я не знаю, насколько это как бы правда, но говорят, что кричать, наверное, что-то там сдвигается. Ну, наверное, что вибрация же определенная есть, голосовая такая. Ну, безусловно, она, естественно, меньше, меньше, ниже, чем от вентилятора. Ну, я думаю, что здесь с этим спокойно справляется. Конечно, конечно. Тогда мы переходим про механическую часть, мы с тобой переговорили. Я бы хотел с тобой обсудить именно перспективу развития рынка, потому что это интересно. То есть, как меняется рынок жестких дисков на общее хранение данных? Что в нем вот в ближайшие годы будет? Хороший вопрос, безусловно. Ну, здесь как бы есть два, наверное, тренда основных. Тренд основной — это то, что сейчас активно очень эволюционирует, развивается технология двородотельной памяти SSD. И одновременно с этим увеличивается емкость жесткого диска, плотность записи на пластину жесткого диска. И при этом нельзя говорить о том, что SSD в какой-то... Сложно говорить о том, что SSD в какой-то ближайшей перспективе заменит жесткий диск. Я показывал тебе графики. Да, очень интересно. С точки зрения хранения данных, харды доминируют и доминируют прямо сильно. Даже если мы в какой-то момент захотим отказаться от хардов и все перенести на SSD, у нас, во-первых, нет столько SSD, нет столько чипов. Это требует огромных инвестиций, и инвесторы не так активно вкладывают в это деньги. Ну, стоит посмотреть на, что происходит с рынком памяти и с рынком SSD. Это вот эти вот колебания вверх-вниз. То есть для инвестора, который там хочет вложить 9 миллиардов, 5 миллиардов в фабрики, вот эти вот колебания и непредсказуемость на рынке, ну, это не самое лучшее, что они вот хотят видеть. Получается, что SSD-диски — это не замена технологии жестких дисков как таковых. Это второй такой продукт, который вместе они существуют. То есть у них есть определенные свои стороны развития, и они взаимо не исключают друг друга. Безусловно. Безусловно, они, да, это две технологии, которые идут параллельно друг к другу. Если они идут параллельно, то, безусловно, есть какая-то область, где они пересекаются между собой. Это сервера. Сейчас SSD часто используется в серверах. Много, да, много, активно очень, но при этом остается сегмент жестких дисков со скоростью вращения 10 тысяч оборотов, 15 тысяч оборотов. Ну, классический жесткий диск — это 7200. И вот этот вот сегмент, он, конечно, снижается, но он не пропадает полностью. То есть есть люди, которые продолжают хотеть использовать именно харды внутри своих серверов. И более того, ну, это, опять же, отвлечение такое в сторону, но ребята, которые занимаются восстановлением данных с хронов, они говорят, что восстановить данные с жесткого диска на порядок проще, чем восстановить данные с SSD. Здесь, безусловно, есть много разных мнений и так далее, но мы работаем с реальными лидерами рынка, которые говорят, что в основном, если на SSD что-то упало, то, наверное, восстановить будет практически невозможно. Ну, получается, да, что здесь есть механический определенный такой вот физический даже такой блин, с которым можно попробовать, поменяв механику, попытаться считать. Ну, так и делаю, да. А с SSD немножко посмотреть. Я настолько глубоко, конечно, не знаю о том устройстве SSD диска, но я так понимаю, что, опять же, если мы получили повреждение памяти физическое, то мы с этим ничего уже не сделаем. Там повреждение памяти, там таблицы размещения самих файлов, то есть, ну, там действительно много... И плюс он еще энергозависимый, SSD диск. Да, безусловно, это просто физики самой технологии. Ну, то есть, его нужно периодически подключать к... Заряжать. Да, ну, с какой-то регулярностью. Понятно, что в быту чаще всего с этим люди не сталкиваются, ну, потому что, если это ноутбук, то он там постоянно включен, еще что-то. Но если мы проведем такой чисто гипотетический эксперимент и запишем на SSD, и запишем на хард, и проверим через, ну, я не знаю, 10 лет, но это такая вот очень грубая оценка. То есть шансы, что на SSD данные потеряются. Ну, у меня был такой опыт, мы на одном, скажем так, на одном объекте нужно было видео хранить продолжительностью 3 года. И действительно, там влияло то, что диски снимались, складывались, подписывались и хранились. И вот, наверное, там бы я, зная вот эту информацию, я бы, наверное, не стал рисковать из-за степени важности информации. Через 2, через 2,5, через сколько бы там оно ни стерлось, я бы не стал рисковать. Это да, это да. С другой стороны, ни одна система сейчас не дает 100% гарантии, поэтому дублирование, поэтому это какие-то клауды на предприятии, какие-то системы хранения данных, куда вы можете слить. Если это не столь критичные данные, то это просто публичные клауды. Ну, как-то так. А сам жесткий диск? Ну, то есть, в том-то и интерес, да, что получается развитие жесткого диска не остановилось с появлением SSD. И сейчас мы перешли к какому-то потолку, да, там 18 терабайт. Что дальше за ним в ближайшие годы? Да, интересный вопрос. Интересный просто с точки зрения того, чтобы посмотреть на этот вопрос немножко шире. Потому что обычно, когда люди спрашивают, обычный потребитель, обыватель спрашивает про SSD, он видит, что на рынке появляется все больше и больше емкости на SSD и так далее, и полагают, что жесткие диски где-то остановились. И есть такое мнение о том, что да, наверное, SSD заменит жесткие диски в неком будущем. Ну, здесь есть два момента. Первый момент – это то, что я уже сказал относительно объемов данных. И второй момент – это то, что жесткие диски не стоят на месте. Они тоже развиваются и также развиваются с точки зрения увеличения емкости. Конечно, в какой-то… мы сейчас говорим про SSD 16 терабайт, который стоит как чугунный мост. Но если мы переходим на то, что да, в какой-то, наверное, момент мы увидим за какую-то приемлемую цену SSD в 10 терабайт, 8 терабайт, нельзя считать, что жесткий диск в этот момент будет также оставаться 18 терабайтами. Это уже будет 40 терабайт с технологией Hammer, это будет 60 терабайт с той же самой технологией Hammer. То есть жесткие диски одновременно с поднятием SSD по емкости также, естественно, будут увеличивать свою среднюю емкость на диск. Отлично. Немножко личный вопрос тебе. Скучаешь по Екатеринбургу? Это, наверное, самый сложный вопрос. И да, и нет. То есть обилие снега в Москве не дает тебе скучать по Екатеринбургу? Да, да, да. Я два года не был в Екатии, и тут, да, навалилось столько снега, что я прям вспомнил свое детство, вот эти вот заваленные снегом скамейки, когда ты идешь, там, пробираешься через сугробы. Ну, это вот, да, это прям огонь. Отлично. Ну, тогда я тебе могу только пожелать, давай увидимся в следующий раз в Екатеринбурге. Отличная тема. Спасибо, что рассказал все нам. Давай, до встречи. Спасибо, что приехал. Субтитры сделал DimaTorzok